Мечта украинского президента о рандеву с нынешним лидером Великой Америки все-таки воплотилась в жизнь. Два часа, проведенные в овальном кабинете, наверняка станут одними из самых главных моментов прихотливого жизненного пути телевизионного комика, выбившегося в главы державы. Его тщеславие и амбиции удовлетворены сполна. Ну, а как насчет тех целей, которые на самом деле должен был преследовать данный визит? Задач действительно государственного масштаба, что были неоднократно и довольно четко очерчены самим Зеленским задолго до этой исторической поездки. В отечественных СМИ уже опубликовано немело саркастичных и даже откровенно издевательских комментариев на данную тему. По большей части, сводятся они к тому, что и принимали украинского гостя в Белом доме, как бедного родственника, и что самое главное, в Освояси отправили не солоно хлебавши. Огромная доля правды в таких оценках имеется. Однако, изучив итоги визита, более глубоко и вдумчиво, начинаешь приходить к выводу, что не так уж все просто и однозначно, как может показаться на первый взгляд. У посиделок в овальном кабинете могут быть весьма далеко идущие последствия, касающиеся не только Киева. Какие именно? Попробуем в этом разобраться. Атмосфера не была постоянно солнечной, именно так, очевидно, в силу присущей ему склонности к выспренным выражениям, комический президент оценил ход своих переговоров с Байденом на последовавшем за ними брифинга для представителей СМИ. Да, саммит был отмечен целым рядом знаков, которые ни в коем случае нельзя характеризовать как позитивные для украинской стороны. И встречать глава Белого дома своего гостя на крыльцо, как это бывает в случаях действительно важных для США визитов, не вышел, не хватало еще. И совместную с ним итоговую пресс-конференцию проводить категорически отказался. Более того, по имеющейся информации, представители его администрации строжайше запретили проводить какие-либо прямые трансляции переговоров с Зеленским, мало ли что этот клоун ляпнет. Доходило до чисто анекдотических моментов, вроде того, что во время беседы президентов в Байдена вдруг появилась запись, критикующая запрет на проведение абортов в Техасе. Как будто хозяин Белого дома, вдоволь пообщавшись со своим визави, пришел к выводу о том, что иногда это варварское действие все-таки может быть уместным. Впрочем, все это более или менее значимые частности. Серьезным минусом для Владимира Зеленского следует читать то, что он по собственному же признанию не получил четкого и внятного ответа ни по одной из тех главных тем, с которыми, собственно, и примчался, сломя голову, в Вашингтон. Вопрос членства Украины в НАТО? США обеими руками за. Вот только способствовать этому осуществлению права на внешнеполитическое самоопределение не намерены совершенно никоим образом. Как уточнила неистощимая юмористка Псаки, это решение не в компетенции Соединенных Штатов. И вообще, пусть Украина сперва сделает шаги, о которых ей хорошо известно. А уж потом куда-то там просится. С Северным потоком-2, получился не менее обидный, извините за выражение, облом. Отправляя в дальний путь своего президента, в Киеве лелеяли надежды на то, что ему удастся, если не сподвигнуть Байдена на возобновление тотальной войны с газопроводом, то хотя бы стрясти со старикашки максимальную компенсацию за запуск СП-2 и предательство украинских интересов, совершенное при заключении сделки с фрау Меркель. Самое большее, чем смог похвалиться на собственном брифинге, комический глава державы, так это якобы полученными им от главы Белого дома горячими заверениями в том, что тот лично гарантирует введение санкций против СП-2, если таковой будет использован как энергетическое оружие. Что характерно, прописанному в официальном совместном американо-украинском коммунике, принятом по итогам визита, это нисколько не соответствует. США пообещали разве что назначить некоего специального представителя, который будет контролировать сохранение газового транзита через незолыжную. Ну, или делать вид, что контролирует. Вообще говоря, сам же Зеленский признался в том, что блок вопросов по Северному потоку-2 оказался наиболее сложным. По всей видимости, именно в процессе его обсуждения, солнечная атмосфера в овальном кабинете сменилась яственным ощущением надвигающейся грозы. Не увенчались успехом и попытки украинского лидера, каким угодно способом, затащить Соединенные Штаты и лично Байдена в переговорный процесс по Донбассу. Как признал Зеленский, конкретных ответов на наши предложения с американской стороны не последовало. Впрочем, как раз вот с этого момента начинаются тонкости и детали, заставляющие насторожиться и перестать рассматривать его вашингтонскую гастроль исключительно в комическом ключе. Под чутким руководством Вашингтона, весьма показательным и крайне тревожным моментом следует считать то, что в упоминавшемся выше итоговом совместном заявлении, а вернее, в том его блоке, где речь идет о конфликте на востоке Украины, Минские соглашения не упоминаются ни полусловом. Их как бы и не существует. Вся ответственность за урегулирование ситуации традиционно возлагается на Россию, которая выставляется единоличным виновником происходящего. Складывается впечатление, что такими образом Вашингтон одобряет и поддерживает неизменную тактику Киева на уклонение от выполнения этих договоренностей, превращение переговоров что в минском, что в нормандском формате, в бесконечное пустое словоблудие, делающее невозможным мирное урегулирование длящегося уже почти семь лет конфликта. Соединенным Штатам чрезвычайно выгодно его поддержание в тлеющем состоянии, чреватом постоянными обострениями, хотя бы как повода для бесконечных нападок на нашу страну и выдвижения против нее все новых обвинений. Следовательно, украинская сторона будет продолжать лицемерить и лгать, втайне лелея планы силовой деоккупации мятежного региона, а также понемногу накапливая для этого военный потенциал с помощью заокеанских союзников, естественно. Недаром же глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уже прокомментировал Вашингтонскую встречу словами о том, что мира народу Донбасса она не сулит ни в коем случае. Вооруженное противостояние там будет продолжаться с разной степенью ожесточенности до тех пор, пока воинственные амбиции Киева будут подпитываться извне, а именно так оно, судя по всему, и будет, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем. Еще одной деталью, на которую просто невозможно не обратить внимание, является выражение американской стороной своего одобрения демократической политики нынешнего украинского президента и соблюдение им верховенства права. В данном аспекте Зеленского разве что попросили уделить особое внимание защите прав представителей ЛГБТ. Цинизмом Белый дом удивить никого не способен уже давно, равно как и трогательный заботой о разного рода извращенцах. Практическое значение тут имеет нечто другое то, что подобными оценками, высказанными на официальном уровне, государство, превратившее соблюдение прав человека, свободу слова и тому подобные вещи в фетиш, по сути, дает нынешней киевской власти карт-бланш на дальнейшее преследование неугодных СМИ, расправы над политическими оппонентами, переходящие в незаложной, уже в прямое их физическое устранение и прочие подобные действия, в которых Зеленский давно переплюнул своего предшественника. При этом не следует забывать, что главной мишенью этого, возомнившего себя маленьким фюрером, деятеля, являются любые лица, организации, политические партии, проявляющие лояльность к нашей стране хотя бы в малейшей степени. Добавим к этому все более усиливающуюся открытую травлю русскоязычных граждан, превращенную Киевом в официальную государственную политику, и получим полное представление о том, на что именно Зеленский был благословлен в Белом доме. В соответствии с итоговым коммунике, Украину ожидает полный окончательный переход под прямое управление США, что касается не только ее политической и правоохранительной систем, но также экономики. Отныне каждую поступающую из-за океана подачку, объем которых урезан очень существенно, украинской власти придется отрабатывать. Несложно догадаться, как именно. Рамочное соглашение об основах стратегического партнерства, ДЭФ, подписанное между Вашингтоном и Киевом, в Незалужной, сегодня кое-кто пытается выставить в качестве эпохального триумфа Зеленского. Мол, это даже круче, чем статус основного союзника вне НАТО. На самом деле, подобные, о дающей мании величия, заявления действительности не соответствуют. Свидетельствует об этом, в частности, более чем скромный объем финансовой помощи, выделяемый США на Залужной, на военные нужды, 60 миллионов долларов. Звучит вроде солидно, но только если не вспоминать, что ранее речь шла о сумме в 200 миллионов. Да и конкретное ограничение оружейных поставок, все теми же ПТРК «Дживелин», вряд ли порадует украинских мечтателей, не так давно всерьез принявшихся раскатывать губу на Залужные ПТРК «Патриот» и американские истребители. С другой стороны, большую опасность представляет именно рамочность этого соглашения. То есть оно предполагает возможность, пусть пока и чисто теоретическую, расширение по тем или иным пунктам. Следовательно, Вашингтон оставляет для себя свободу маневра в вопросе использования Украины в качестве военного плацдарма для антироссийских действий. О том, что в Москве это понимают прекрасно, свидетельствует заявление отечественного МИД, озвученное его представителем Марией Захаровой. Надо сказать, что от нашего дипломатического ведомства давно уже не звучали столь жесткие слова в адрес Украины и ее западных партнеров, которые, по словам Захаровой, поддерживают милитаристский настрой Киева, чем способствуют дальнейшей эскалации кровопролития на Донбассе. Впервые Москвой озвучено очень серьезное предложение – вести международный эмбарго на поставку любого оружия в Назаложную, признав, наконец, идущий там конфликт гражданской войной. Мысль более чем дельная и уместная. Жаль только, что запоздалая, лет эдак на семь. Можно не сомневаться в том, что мировое сообщество ее ни в коем случае не поддержит. С проблемой под названием Украина, России неминуемо придется разбираться самостоятельно. А уж Соединенные Штаты постараются сделать все для того, чтобы усложнить данную задачу по максимуму.